«Ты напрасно не обращаешь внимания на караван», — сказал Сантьяго англичанину, когда погонщик отошёл от них. «Присмотрись, как бы ни петлял он, однако неуклонно стремится к цели». «А ты напрасно не читаешь о мире», — отвечал тот. «Книги заменяют наблюдения». Как-то ночью англичанину не спалось. Он позвал Сантьяго, и они начали прогуливаться вокруг стоянки. Светила полная луна, и Сантьяго взял да и рассказал англичанину свою историю. Особенно потрясло того, что юноша способствовал процветанию лавки, где торговали изделиями из хрусталя. «Вот что движет миром», — сказал он. «В алхимии это называется душа мира. Когда ты чего-нибудь желаешь всей душой, то приобщаешься к душе мира, а в ней заключена огромная сила». И добавил, что это свойство не одних только людей. Все на свете, будь то камень, растение, животное или даже мысль, наделено душой. Все, что находится на земле, постоянно изменяется, потому что сама земля живая и тоже обладает душой. Все мы — часть этой души, но сами не знаем, что она работает на наше благо. Но ты, работая в лавке, должен был понять, что даже хрусталь способствовал твоему успеху. Сантьяго слушал молча, поглядывая то на луну, то на белый песок. «Я видел, как идет караван через пустыню», — сказал он наконец. Он говорит с ней на одном языке, и потому-то она и позволяет ему пройти через себя. Пустыня проверит и испытает каждый его шаг. И если убедиться, что он в безупречном созвучии с нею, допустит до оазиса. А тот, кто наделен отвагой, но не владеет этим языком, погибнет в первый же день пути. Теперь оба глядели на луну. «Это и есть магия знаков», — продолжал Сантьяго. «Я вижу, как проводники читают знаки пустыни. Это душа каравана говорит с душой пустыни». После долгого молчания подал на конец голос и англичанин. «Мне стоит обратить внимание на караван, а мне почитать твои книги», — отвечал юноша. «Мне стоит обратить внимание на караван.